Всем снова привет! И, ребята, я увидел, что вам понравилась моя самодельная лего-мини-фигурка Слендермена, поэтому я решил замутить что-нибудь еще в этом роде. И вспомнил, когда я еще старого Слендера делал, я вместе с ним делал еще Слендрину, но это было так, для тренировки, и получилась она у меня фиговая. Да, к сожалению, я не могу вам показать, как она выглядела, моя старая кастомная Слендрина, потому что я ее уже все разобрал, переето, как бы это назвать, перечистил и, в общем, подготовил кастомизации. Вон, я ее полностью почистил ацетоном, чтобы отодрать приклеенные кусочки ткани тут у меня были, краску, чтобы все убрать, стоять, только... Почему ноги не двигаются? Непорядок. Ладно. Сейчас подождите, нужно заставить ноги двигаться. Мне не удалось заставить двигаться ноги, поэтому я вместо них взял другие. Собственно, все равно, какие ноги брать, потому что будет все полностью переделано и перекрашено. Итак, во-первых, конечно же, необходимо подстелить газетку. И начинаем мы, наверное, с лепки лица. Для этого понадобится полимерная глина. Прежде всего, оторвем необходимый кусочек и разомнем его в руках, чтобы глина стала мягкой. После чего, вылепляем форму овала. Только плоского. После чего намечаем, где у нас должны быть глаза, нос и рот. Рот у Сландрины, как вы знаете, неестественно широко открыт. Рот у Сландрины. 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 его к голове, но только для этого голову нужно сначала подготовить и какое-то место вот так вот заровнять с помощью напильника, но для этих дел конечно подойдет и шлифовальная шкурка, но я думаю она такими темпами быстро испортится, поэтому лучше возьму напильник так, и чтобы было удобнее приделаю к торсу и буду вводить голову туда-сюда, пока не будет гладкая поверхность, ровная отлично, место для лица подготовлено, его нужно теперь приклеить это я разумеется делаю с помощью суперклея, только ай, он засох, ничего, сейчас я его открою мне удалось открыть клей, но только так, к счастью мне хватит и этого, тем более тут уже остатки так, ну-ка, их надо выдавить еще давайте, где остатки-то? о, вот они, вот они, чудненько так, лицо тоже намажу ими и сюда, к голове ровненько, вот, вот так вот так, ну все, клей я убираю, он мне не нужен все, так, оставляю пока это сохнуть и буду делать одежду так, во-первых, сначала я ее сделал из ткани наклеил ткань и получилась одежда но в этот раз я решил сделать немножечко по-другому итак, во-первых, мне нужна емкость с водой вот она так, кроме того, мне необходим клей ПВА так, только он, зараза, тоже ссохся ну ладно, ладно, ладно сейчас откроем все открыл и наливаем немножечко клея в воду все, этого хватит далее этот клей нужно размешать возьму тогда кисточку и обратной ее стороной буду размешивать клей в воде получается вот такая вот белая жидкость, похожая на молоко но это не молоко, а разбавленный клей ПВА далее мне понадобятся салфетки лучше всего взять салфетки белого цвета хотя для этих дел мне хватит и одной салфетки итак, что мы делаем прежде всего рвем салфетку на мелкие-мелкие кусочки вот как-то так вот так вот так потом еще вот так в общем, очень мелкие должны быть кусочки вот так только как их теперь разделю их же полно-полно тут ну, а, вот как раз так, что мы делаем дальше мы берем какую-нибудь старую кисточку лучше всего и то место, которое нужно вот оклеить одеждой намазываем разбавленным клеем после чего клеиваем сюда салфетки лучше всего в совершенном беспорядке и в несколько слоев даже вот так вот оп тогда будет эффект складок на одежде видно, что она совершенно старая это одежда вот так вот отлично выходит сейчас подождите разделю только вот эти вот куски так их сюда присобачиваем вот так вот и вот О, и получается у нас что-то в этом роде. Так, собственно, точно так же нужно оклеить и вот эту часть. А вот здесь надо оклеивать осторожнее и хватить, наверное, одного слоя или двух. Потому что руки могут перестать двигаться, а я хочу сохранить их подвижность. Ну и, соответственно, еще нужно оклеить ноги, но так же, чтобы подвижность сохранить. То есть вот эти вот места лучше не оклеиваться. Ну все, сейчас я этим займусь. Итак, все детали я загрунтовал и перехожу к покраске. Так, ну начнем, наверное, все-таки с торсом. Красим сначала его белой краской. В такой же цвет красим руки-ноги. Да, походу белая краска у меня скоро закончится. Придется новую покупать. Как ни странно, белой краски я трачу больше всего. Нужно смешать светло-серый цвет. Для этого понадобится белый и капелька черного. Так. Этот цвет мы немножечко взбавляем водой. И добавляем небольшие штрихи поверх основного цвета. Что-то вроде такого. Ну и здесь тоже. Получается у нас что-то вот такое. Такую же процедуру нам необходимо провернуть с руками и ногами. Ну, заодно и, наверное, с поясом тоже. У Слендрина еще есть необычный рисунок на одежде. Чтобы его сделать, добавим в уже имеющийся светло-серый оттенок капельку красного. Нет. Надо больше краски. Слендрина еще есть необычный рисунок на одежде. Вот. Вот теперь точно хватит. Так. Вот только как этот символ изобразить? Даже не знаю. Он такой странный. Так. Ну. Собственно, это сложный символ, но... Даже не символ. Узор. Не узор. Не пойму что. Ну, попробую хоть приблизительно. Нарисовать его. Так. Только немножечко воды добавлю. Так. Вот так. Вот так. И... Я рисую лишь приблизительно. Потому что точно повторить не могу. Ну, что-то типа такого вот получилось. Не точь-в-точь, но сойдет. Ну, а теперь очередь покраски лица. Чтобы это было делать легче, я его установлю вот на эту детальку, как на подставку. То, если его вот так вот просто ложить, оно постоянно падает. Все. А так не упадет. Так его будет красить гораздо удобнее. Так. Прежде всего покрываем все лицо белым цветом. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Эх, блин, даже маленькая капелька так много изменила. Ну ладно, добавлю красного. Ну и малинового тоже. Так, ну хотя подождите, а если взять чисто красный? Нет. Вот, мне нужен был просто темно-красный цвет, и я покрашу глаза. Так, осторожно. Вот, какая уже рожа получается. Прикольная. Так. Ладно. Сейчас я закрою малиновый с красным, а черный оставлю. Он сейчас понадобится. Так, черным, как вы уже догадались, я крашу рот. Музыка. 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 Упс. Малинчика тут погрешность. Ладно, замажу потом белым цветом. Так, ну и ноздри тоже. Да, вот с ноздрями будет тяжело. Вот ноздря. Ай, не здесь маленько. Ладно, если что, подправим. Хотя нет, получилось ноздри нормально. Рот надо только подправить. Так, глаза. Обводим в чёрном. Тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Так. Ну, получилось пока что такое вот лицо, только надо его ещё подправить немножечко. Сейчас. А то тут он к сеге есть некоторое с сортом и с глазом. Сейчас подправлю. Высохнет только краска. Итак, все детали покрашены и покрыты лаком. Вот, как вы видите, я немножко подправил лицо с ландриной. Оно теперь более такое злобное. Это же прям реально злобное. И очень похоже на оригинальное лицо. Так. Но есть одна проблемка. Вот, волосы не надеваются на голову, потому что им мешает лицо. Но это проблема не проблема. Сейчас я их напильником подправлю. И всё будет зашибись. Всё готово. Остаётся только собрать фигурку. Так. Сначала ноги. О! Вот. Так. Ноги есть. Далее руки. Ладони, как вы уже видели, я оставил без изменений. Они и так белые. Нужного цвета. Так. А вот руки сейчас могут не вставиться. А нет, смотри-ка, вставились. Раз рука. Уже была точна. И два рука. Так. А вот это вот уже не хочет вставляться. Ничего-ничего. Сейчас вставится. Давай. Оп. Я же говорю, вставится как миленько. Так. Вот только тут, кажется, какой-то след остался от лака, наверное. Ну, а, ладно, ничего страшного. Так. Ноги приделываем к торсу. О! Так. Ну, а теперь остаётся... Ещё голову. Так, вот с головой проблемка. Так, ладно, сейчас вот это место ацетоном почищу. Теперь, думаю, надеется. Давай. Опа. Наделось. Ну, или почти наделось. Давай-то конца... О! О! Вроде готово. И волосы. Последний штрих. Оп! Во! Во! Вот такая вот прикольная фигурка получилась. Залючая мини-фигурка. Ну, и наделись. Ать! Во! Вот такая вот у нас получилась залючая мини-фигурка. Ну, ладно. По-моему, она получилась очень прикольная. И если она вам понравилась, то ставьте лайк. И если она вам понравилась, то ставьте лайк.